Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Друзья мои, сегодня второй день после моего неудачного полета. Я чувствую себя лучше намного. Я уже вступаю на ногу. Я могу сама передвигаться. Так какое счастье! Я вышла на балкон, посмотрела за своими цветочками, походила по квартире, вышла на кухню, сколько дней не выходила. Ну сколько дней? День, наверное, не выходила. Вчера вот был первый день, сегодня второй. Боже, это какое счастье! Цените свое здоровье, потому что главнее здоровья нет ничего. Когда у вас нет здоровья, у вас нет никаких желаний, у вас нет никаких планов, вы не мечтаете. Вы только думаете о том, что вы никчемный человек, что вы ничего не можете сделать. И какое счастье, когда рядом с вами есть любимые люди, которые заботятся о вас, которые любят вас, которые ухаживают за вами. Я не думала лет пять назад об этом, что важно это очень в жизни. Я жила с своими детьми, думала, как их поставить на ноги, жила с своими внуками. И не думала о том, что мне нужно счастье, тот человек, который подаст мне стакан воды. И я уже в моей жизни, это второй случай, когда мой муж смотрит и лелеет меня. Извините. У меня было два года назад очень такая болезнь, нехорошая. Не буду углубляться о ней, но в данный момент я могу сказать спасибо Богу, спасибо Аллаху. То, что я имею сейчас. Потому что дети, детьми, думайте о том, что вам нужен человек, который подаст вам стакан воды, подаст вам руку, помощь, поведет вас, окажет вам поддержку. Это очень приятно, и это так мотивирует на жизнь. И поэтому после 45 лет женщина может быть счастливой. Да, мои хорошие, не падайте духом, верьте во все хорошее. Самое главное, работайте над собой, делайте хорошие дела, никогда не делайте плохого никому. И Бог вам воздаст заслуженное. Вы найдете, тот человек найдет вас. Никогда не думайте, что вы должны быть одной. Никто вам не нужен, это неправда. Одна, это очень сложно. Бросьте этой мысли, идите вперед. Ищите свою любовь, и любовь вас найдет. То, что любовь, счастье. Что нужно сейчас нам, женщинам под 50? Чтобы был тот человек, который поможет вам. Который будет рядом с вами, когда вам плохо. Который подаст вам стакан воды. Который поухаживает за вами. Который сможет... Не буду больше говорить, друзья мои. Я в таких расстроенных чувствах. Но я благодарна Богу и Аллаху, что все, что есть, что все происходит, все это к лучшему. И то, что случилось со мной, это, наверное, какой-то сигнал. Я буду осторожнее в жизни. И буду больше лелеть моего мужа. Потому что он этого достоин. То, что он делал сейчас во время моей болезни. Я преклоняюсь на колени перед ним. И перед его семьей. Будьте счастливы. Будьте любимы. Никогда не теряйте надежды. И не думайте, что вам никто не нужен. Вам нужен. И кому-то вы нужны. Задумайтесь над моими словами. Спасибо вам большое за поддержку. Всех вас люблю. Мои хорошие. Пока-пока. Посмотрите, как Ашкем будет меня сейчас кормить. Мним Ашкем на Сулбаке Орбана. Чаек сделал. Вот, Марина, я вас смотрю. Как вы кушаете мукбанк. Лежу сейчас в многих, смотрю. Отвечаю вовремя на сообщения, на комментарии. Ой, как королева. Моя ножка сегодня получше. Получше, мои хорошие. Все обмазано, ничего. И это получше. Это знаете, что кремом я намазала, поэтому... Болит, конечно. Ну... Какой Ашкем мне завтрак сделал, а? Ты шикюри делился, Ашкем. Так приятно, то я за Ашкемом ухаживала. Сейчас он у меня. Все, буду кушать, а то я со вчерашнего вечера по вчерашнее утро не завтракала. Я не могу. А как он ухаживал? Сейчас я буду. Сейчас я ухаживаю. Ашкем. 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 Сейчас я ухаживаю. здравствуйте потом я вас поближе еще познакомлю мы с ней будем гулять путешествовать на море ходить вы представляете только хотели собрались с ней на море и вот со мной такая беда сочеташка мошкин за нами ухаживает всем привет друзья мои сегодня четвертый день мои моего постельного режима я чувствую себя лучше стою уже передвигаюсь на ногах хотя у меня вот она забинтована пара я уже получше в синяках ничего ушибы конечно страшные они посинели почернели но мой муж меня обмазывает хорошо потому что я покажу сейчас вам свою руку страшную и вот такие вот у меня по всему телу но у меня уже прибавились силы у меня бессонница потому что я же лежу целый день то сплю полудреме засыпаю и 4 часа только спала вообще стала вышла на балкон посмотрела мои цветочки потом значит и вышла на кухню мой муж так аккуратненько все делает так как я вообще не появляюсь на кухню не выходила сегодня сделала проверку посмотрела он молодец но у конечно там кое-что по-женски при убралась сделала себе чай кофе и наконец-то принесла его потому что я раньше не могла приносить и ждала пока что он проснется вот и выпили мы чай настроение у меня конечно получше но смотрю на на солнышко хочется выйти на море ничего скоро я стану приду себя и встану строй желаю вам прекрасного настроения и будьте здоровы самое главное наш ким пришел хлебушек принес сейчас будет мне завтра готовить аж кавал ты хазырлай джакмы сын и сэммиер устал от кухни но другого выхода дед каруси хаста жена больная дэиль мэш ким ашкам сэнинычин карусины он имлимэй он имлимэй ашкам я грудь для тебя же на главное да говорит очень важная важно а ну что приготовил мой муж сегодня ой ашкам саваталы костюрыми и какого если дэвид 3 тошка я считаю я дэвид у тебя и кухня принимал дэвидку и кухня Спасибо солнышко, спасибо Какой суджик взяла моя Ашкин Ашкин, это суджик или козартин? Для суджика есть Это не Бастерман Бастерман Ашкин, у тебя есть морали? У моего мужа настроение Не, Муралва У тебя есть морали? Муралва Муралва Когда говорит, приготовил завтрак Настроение пришло Ладно, мы будем завтракать Бундансора Он говорит, после этого каждый день буду себе завтрак готовить Я очень счастливый в этот момент Муралва Потом говорит, надо постирать Муралва 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 После тех частных стульях За которыми мы пошли И я чуть не сдохла Ашкин вот вчера пошел и купил в Юзбире Такой комплект Муралва Вот и наши посиделки за кофе Муралва 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 Как переносить Ашка, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я говорю, почему, многие женщины спрашивают, почему ты не бреешься каждый день? Проблема, говорит, не люблю каждый день. Я не знаю. Когда мы познакомились, я же была с бородой. Ашка, у меня нет проблем. Я не знаю, что я не знаю. Я говорю, что у меня нет проблем. Какие проблемы? Вы не знаете? Нет. Но я не знаю. Я не знаю. Я его очень люблю. У него такая оборотка мягкая, так что не проблема. Он бреется на третий, четвертый день. Он говорит, что мы, по другому мнению, никогда не бреем. Мы не будем жить. Как нам нравится, так и будем. Вот такой ужин. Сегодня у нас долма из бибера, из болгарского перца, салат. Мы вместе все сделали. Знаете что? И макароны. Помните, я раньше делала фарш и положила в холодильник. Как выручать полуфабрикаты, когда ты в таком состоянии не можешь готовить. Заловка предложила свою помощь, но мне уже стыдно было. И мы с Сашкой, вместе я сидела на кухне. Он мне все подавал. И вместе мы все приготовили. А что там надо? Фарш положить в этот перец и готовить. Только салат сделали вместе. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Спасибо за просмотр!